Какой будет ответ за Курск? Игорь Масичук один из тех экспертов, публичных лиц, которые призывали ждать удара по Киеву. Причем одним из первых вы это озвучили. Сейчас мы видим западные прессы, там какие-то источники, что-то, где-то вот такие неназванные ссылки. Говорят, что готовится мощный ракетный удар по Киеву, по Верховной Раде, по Центру, не считаясь гражданскими потерями. Поэтому нужно быть готовым к такому развитию событий. Какая вероятность по состоянию у нас сейчас? Прошло уже несколько суток. Смотрите, ракетный удар нельзя серьезно. Нельзя произвести неподготовившись. Нельзя произвести с бухты там барахты. Поэтому, естественно, все думали, фу, уже прошло сколько дней, они не бьют. Они готовятся. Плюс до того, мы видели серьезные ракетные удары уже, да, российские. Они комбинированные. Для этого задействовало большое количество шахедов, ракет разного образца и тому подобное. Это все надо подготовить. И то, что я вижу в западной прессе, а западная пресса это берет явно от своих разведисточников, ну, в своих странах. Эта угроза сохраняется, усиливается. И она может иметь серьезные последствия. Поэтому, когда я говорил и предупреждал, чтобы не игнорировали люди воздушной тревоги, то это факт. Более того, я знаю, что со столицы на запад нашей страны выехало энное количество влиятельных, небедных людей. Некоторые, которые в последнее время проживали в столице, некоторые даже мне звонили, обсуждали со мной эту мою публикацию, да, и все-таки выехали. То есть угроза остается. Она довольно серьезная. Я хотел бы очень ошибиться. Я хотел бы очень ошибиться. Но я призываю людей не к панике, не к тому, чтобы все бросали куда-то и ехали. Я призываю людей быть осторожными и не игнорировать воздушную тревогу. Ну так, а что это даст? Какой это ответ? Ну, смотрите, ну можно же взять и разрушить правительственный квартал. Символично, ярко, мощно. Но картинка такая. Ну, давайте все-таки будем откровенны. Это ведь как-то в СУ не отодвинет назад. Смотрите, я далек от того, что это будет правительственный квартал. Это могут быть военные, полувоенные объекты на территории столицы. Логика ударов воздушных показывает, что, как правило, бьют там, где их не разведка, их не наводчики, ну, дают информацию. Были ли удары, которые были там ошибочными, ну, или по гражданской, да, инфраструктуре были. Но я больше чем уверен, что эти удары наносились не для того, чтобы там снести корпус больницы, ну, или еще чего. Просто техника, которая ракетная, ну, используется, она не есть высокоточная. Многие образцы переделаны, усовершенствованы с советских времен. И мы вспомним, когда начало российской агрессии, ракетные удары вообще с черти куда летели. То есть, поэтому угроза и есть. Потому что Киев – это жилой мегаполис. И Киев – густозаселенный мегаполис. И может ли быть удар по гражданской инфраструктуре? Ну, единственной целью – породить панику. Ну, грубо говоря, да, возможно. Даст ли это что-то? В военной точке зрения. Мы не знаем, к чему готовятся вооруженные силы, которые находятся, российские, на территории Беларуси. В других приграничных с Украиной районах. Пока мы видим и наблюдаем реальные удары по Сумчине. Вот мы с вами сейчас пишем эфир, а кабы летят по Сум. Поэтому говорить о логике в данной ситуации мы не можем, потому что мы не знаем объектов, ну, по которым будут нанесены удары врагом. Мы не знаем, грубо говоря, цель. Я имею в виду не цель, по которой бить будут, а цель, которая преследуется нанесением этих ударов. Верховный совет и правительственный квартал – это хорошая история пропагандистская. Продать в Средине России. Мы вот по центру принятия решений ударили. Мы там это. Но с военной точки зрения. Это ни к чему не ведет. Ну, грубо говоря. Верховный совет не пострадает. Ну, я имею в виду личности, да, то есть, которые там сидят. На территории Киева есть подземный сессионный зал. Специально приготовленный на случай атомной войны. О его существовании прекрасно знают в Москве. Ну, это, знаете, меня удивляет тоже иногда логика ударов по Василькову. Вот они лупят в ту точку города, где находится командный пункт противовоздушной обороны Киева и Киевской области. Но они знают, я сейчас говорю вещи, которые известны, ну, всем со времен Советского Союза. Они знают, что он строился на случай атомной войны. То есть, он настолько глубоко, что я не понимаю, зачем по нему вообще бить. Потому что это, ну, ему никакого вреда не причинит. Поэтому так же и с правительственным кварталом. Да, пропагандивно, ну, продать в Средине России, это возможно. Для украинцев правительственный квартал, я думаю, меньшее, гораздо меньшее потеря, чем любой жилой дом или еще что-либо подобное. Поэтому я, ну, не то что не верю в удар по правительственному кварталу. От них можно всего, да, ожидать. Я не вижу логики, для чего это делать. Если это будет сделано, я подумаю, что внутри России действительно не все так хорошо, как нам кажется. Ну, смотрите, логики похода на Курск тоже до сих пор до конца никто не понимает. Поэтому тут, видите, как война становится на своем пике, а логична. А так, мы не знаем цели, конечной цели, ни похода на Курск. И это правильно, мы ее не должны знать. И мы не знаем, какие действия будут, ну, в комплексе россияне, ну, задействовать. Поэтому мы сейчас можем только поговорить и посоветовать людям береги себя. Игорь Владимирович, о людях. А что за эпизод на Майдане, на похоронной процессе с призывом на колени, с матючком, вот это вот все? Вот, понимаете, это ведь тоже какой-то симптом затянувшейся войны и затянувшегося ужаса, в котором пребывает народ. И народ приспосабливается, живет, и все как бы нормально, на колени. На колени. То есть, какой-то, какой-то очень интересный этап переживает украинское общество, вам не кажется? Ну, смотрите, военный, поствоенный, затянувшийся, да, военный психологический синдром, он будет играть самыми разными красками. Вот то, что мы видели, ну, на Майдане, это одно из проявлений. Это же не желание отдать почесть воину, который идет на щите в последний путь, да, оно сопряжено с агрессией, оно сопряжено с бескультурой, да, потому что, ну, как вы правильно заметили, мат, да, там, и так далее. А это что? Честь составляет для воин? Да нет. Но в головах людей, которые получили психологическую травму, кто на фронте, кто во время обстрелов, кто вообще от этих трех лет войны, происходят тут вещи, которые абсолютно ломают психотип, ломают человечность, расчеловечивают, так сказать, двигают на поступки, которые, собственно, разрушают тот человеческий типаж украинца, который знали в мире до войны. Ну и, к сожалению, мы это все будем видеть, и это, чтобы мы видели на Майдане, это не самое страшное, потому что мы видим постоянные то там, то там новости, там гранату кинули. Ну, смотрите, тут все-таки я веду к такому, к духовному, да, ощущению, мироощущению украинца, украинского народа, которое вот так меняется. И здесь дело там не в том, что там, понятно, ПТСР, там, всякие там психологические моменты, но если здраво посмотреть на ситуацию, то украинцы поменялись, поменялись серьезно. И вот эти, скажем так, посылы президента Зеленского о том, что давайте к духовной независимости двигаться, будут важные решения, они, получается, ну, давайте так, они своевременные, они такие, которые не найдут никакого сопротивления. Ну, если на Майдане кричать на колени, да, и люди, ну, что, на колени, преклонили колено, да, если выйдет Зеленский, скажет, для нашей духовной независимости надо вот так, так и так. Мы не знаем, какие решения, но, судя по всему, речь идет об этом законе, речь идет об вот этой истории, о том, что заведут сюда Константинопольский патриархат, да, вроде как мы... Так, а у меня к вам вопрос. И все это примут, я об этом. Смотрите, примут, потому что войной, большой войной трехлетней, и перед этим семилетней, да, войной, ну, то есть 10 лет в общем, сломлено много стерквей, и потеряна масса, просто большущая масса людей нарванных, которые могли протестовать, с разных, понимаете, да, позиций с разных сторон, этих людей нет. Поэтому примут вопрос, смотрите, у меня вот вопрос к вам, Александр. Вот скажите, а поход от Москвы в Константинополь, это духовная независимость? Если духовная независимость, то это же Киевский патриархат, а не Константинопольский. Ну и кить-ка вот кить, извиняюсь на слово. Но зачем врать людям в глаза? Вы строите экзархат Константинополя, вы с подмосковского пана бежите под Стамбульского, да, пана, и рассказывайте нам, вешайте килограммами лапшу о независимости. Я скажу так, в начале прямого российского вторжения, где-то после того, как враг был откинут от Киева, да, начались разговоры, что, как делать, как поступать в церковь. Я предлагал, со мной там советовались некоторые люди, еще до появления господина Еленского в кабинетах, Зеленского, да, и я предлагал межконфессиональный диалог, на основании которого обращение к Константинопольскому патриарху, ко всем православным странам мира, а поддержка тогда Украины, вы помните, зашкаливала, да, на всех уровнях, с целью получить свой патриархат. И обрезанный томас превратить в полноценную каноническую православную церковь на территории Украины, которая была бы самой большой в мире. Потому что по количеству православных храмов разных конфессий на территории Украины их у нас больше, чем даже в Российской Федерации. Но нет, пошли другим путем, и в борьбе с московским патриархатом решили уничтожить православие. Так может это и было целью? Еще раз повторюсь, никакой логики, вчера общался там с людьми тоже, пытались найти логику в действиях с этим запретом. Рейтинг Зеленску не вырастет. Наоборот, это будет по нему определенным ударом, потому что большинство его избирателей как раз прихожане УПЦ. Второй момент. Все бегают орудие. Московские попы, да, вы же видите? Московские попы. У меня вопрос. А как так получилось, что большинство приходов этих московских попов, да, находятся на территории Волыни, Ровенщины, Буковины, западной Украины, мест, где УПА было, да, Повстанский край, песни, да, пели. Что случилось? И люди ходят, да, в эти приходы? И отказываться не ходят, не хотят. Надо думать. Ну, повторюсь так, чтобы закрыть этот церковный, так сказать, вопрос. Все, что делает власть сейчас под видом борьбы с московским патриархатом, это уничтожение православия, это уничтожение веры православной, это абсолютно не связано с построением своей поместной канонической церкви. Нельзя, во-первых, нельзя строить государственную церковь. Это очень плохо оканчивается, даже в тех странах, где эти проекты были успешными. Я имею в виду Британию, я имею в виду Диангликанская церковь, я имею в виду Швецию, да, это все не приживается. Ну, как правило, это отталкивает людей, потому что церковь — это же о вере, а не о государстве. В этом же и цель. Вот вы так говорите, вот цель, цель. В этом же и цель. Отвернуть людей от веры, любой веры. Ну, вот, ну, смотрите. Ну, как бы... Абсолютно. Вот я с вами, вот тут, Александр, я не могу не согласиться с вами, что главной целью вот этих всех действий это отвернуть людей от веры. А Селинский, он какой религии? Советский человек. Ну, у него как бы нет ярко выраженной воцеркленности или какой-то там предотвешенности. Слушайте, Александр, вы подняли... Смотрите, вы подняли очень интересный вопрос. Зеленский по религии советский еврей. Я сейчас кратко, ну, объясню ситуацию. Во времена Советского Союза для того, чтобы иметь там определенное продвижение в научной среде и так далее, евреям приходилось... Это очень неправильно, я тоже это не поддерживаю. Евреям приходилось отказываться от своей национальности. И скрывать это. Становиться советским человеком, ну, без национальности. Вот. Так как папа Владимира Александровича ученый, соответственно, семья советских евреев, соответственно, атеизм, соответственно, никакой синагоги, ну, понимаем, то есть никаких этих самых, и сказать, допустим, что Зеленский иудаист исповедует. Нет. Сказать, что Зеленский выхрист, ну, что его покрестили. Нет. Ну, его, может, и отнесли там в церковь, да, или отвели, ну, в более взрослом возрасте. Но это не о вере. Это не о духовности. Я скажу больше. Я имел вчера с одним своим другом, который духовник еврейский, ну, ребер будем говорить, имел разговор, в том числе на эту тему. Притом он такой боевой ребер, он и воевал там, защищал страну нашу, и это самое. И он мне говорил, понимаешь, Игорь, за последние 10 лет что-то пошло не туда. И Украина стремительно начала превращаться внутренне в Российскую Федерацию. права и свободы начали сжиматься до такой степени, что некоторые исчезли вообще, некоторые это самое, некоторые, и в том числе это касается и вот этой истории, ну, с запретом УПЦ, а точнее, это не запрет УПЦ, это построение, попытка построения государственной церкви. Притом, еще и не украинской, а константинопольской. А надо учесть, что так как Константинополь давным-давно находится под турками, и, соответственно, в фонарах, где находится константинопольский патриархат, находится под влиянием руководства Турции, ну, вот плюс-минус мы вот такое вот наблюдаем. Плюс до этого мы даем хитрым грекам финансовую составляющую, очень большую, потому что давайте поговорим и о тарелочках, так сказать, да, на фонаре, две церквушки и Афон, да, входит, но Афон на условиях полной савопии, то есть автономии, да, никому ничего, грубо говоря, ну, не платят. А эти две церкви, ну, это как-то для патриархата, поэтому они создавали ПЦУ с такими урезанными правами, да, поэтому они сейчас хотят создать экзархат, потому что это день большущий, и поэтому этот экзархат они захотят создать еще и за границей, потому что 10 миллионов украинцев, которые за границей, они духовно может ищут родину, в том числе и в церкви, да, а найти не могут, а им будут пытаться подсунуть под видом, что это украинская церковь, а она будет та же самая, это раз, второе. Ну то есть вы имеете ввиду, что пожертвования будут идти туда, ну вот, просто чтобы понятно было, да, да, это отаревочка, так сказать, ну и наконец последнее, про московских же попив, да, про каких нам любят, это самое, а вы мне скажите, а когда их заставят перейти в Константинопольский патриархат, они перестанут быть агентами Москвы, и московской мэпопамы, понимаете, да, о чем я, ну логика какая-то, должна быть в действии, мы преследуем московских попив, московскую агентуру, мы их там то, сё, бах, и тут на следующий день они перестают быть московской мэпопамой, московской агентурой, потому что они уже под Стамбулом. Интересная логика. Это очень интересная логика, вы знаете, если бы это была, ну, ПЦ, да, как принято считать, там, была ячейка противника, да, здесь сеть, вот, когда всё периодически представляют, показывают, там, какие-то книжки, какие-то там, флаги, какие-то там, атрибутику, вот, смотрите, накрыли, то если бы это была ячейка, которая управлялась, ну, условно, ФСБ, да, например, то они бы, наверное, так и сделали, они бы, перекрасились, перешли, отвели от себя все любые, скажем так, и не боролись, ну, да, 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 и спокойно продолжали деятельность, да, под другим флагом, третьим, какая разница, а нет, здесь же идёт какая-то, ну, борьба, пытаются стремяться как-то вот нам сейчас, Александр, нам втюхивают борьбу с московским и попавным, а на самом деле их перекрасить хотят, понимаете, и всё, то есть никто же их менять не будет, ну, то есть нам втюхивают, вот именно втюхивают историю, которая по логике не должна продаваться, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что это афера, да, но нам её втюхивают по причине войны и усталости общества, это то, что вы говорите, что протесты скушают, проглотят и так далее, и так далее. Да, но последствия, последствия, я думаю, что вот эти все действия, это некий план господа глобалистов, удар по ортодоксах, для понимания зрителя, всех православных в христианском мире называют ортодоксами, удар по ортодоксах, тут же вы же посмотрите, тут же еще один важнейший законопроект, комитет охороны здоровья, здоровья нации, да, благословил вынесение в зал законопроекта о однополых браках. Одной рукой православие, второй рукой однополые браки. Я глубоко убежден, что нашу страну хотя бы превратить в мультикультурную, мультинациональную, потому что потеря людей, мы же слышим, завоз мигрантов, мультирелигиозную, ну, понимаете, то есть все традиции нашего народа в лучшем случае останутся в книгах этнографов, если еще их не сожгут случайно. У меня на прошлой неделе был профессор Василенко говорит, подшивки, книги, газеты, материалы 19-го, 17-го, 19-го века просто из архивов, просто, ну, ну, как туда, на макулатуру, не надо уже, то есть, а люди так спохватились, ну, такие люди, которые наукой занимаются, берут их как драгоценность, и говорят, вы что, а кто же нам расскажет, как мы жили в 17-м веке, в 19-м веке, кто же вот это вот, люди же должны ходить, изучать, писать научные работы по истории и другим как бы предметам понимать, что происходит, нет, это все отказались, это вот такое, книги русские топку, это вообще за ненадобностью, вот так и перемалывают народы и государства, вот так вот и происходит. Игорь, томник «История Малороссии». И вот кто-то прочитал ее, вот ты Малороссию это самое прославляешь. Я говорю, а это ничего, что ее автор был первым диссидентом при Екатерине Второй. Говорю, вы сначала что-то изучите, а потом говорите. Но, как вы правильно подметили, делается все, чтобы превратить нацию в безликую толпу, безрода племени, веры, традиции и тому подобное. Потому что тогда этим легко управлять. Тогда территорию можно использовать так, как захочет, будем говорить, кредитор. Тогда никакого сопротивления не будет. Тогда не будет потребности искать суверенитет. Потому что зачем этой мультикультурной толпе, мультирелигиозной, мультинациональной, зачем ему суверенитет? Ну, вот, есть там группа лиц, да, вот, они правят даже из-за границы. Ну, их и правят. То есть, мы находимся на пороге катастрофы. И многие украинские патриоты, которые воюют реально и тому подобное, они в страшном сне не могли себе представить, что пока они будут защищать страну, ее будут убивать изнутри. Что, собственно, мы сейчас и видим. Игорь Васильчук был моим специалистиком сегодня и благодарен вам за этот разговор. Спасибо, Александр, спасибо, дорогие зрители, спасибо, что терпели, досмотрели, и подписывайтесь на канал Александра. Спокойствие. Мир нам, к сожалению, пока только снится. Да, друзья, ну и мои традиционные добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.